Салют, на связи с Авчингов Иван, я поздравляю тебя с новым 2020 годом и Новый год мы начнем с обновлений. Я обновил свою FL-ку до версии 20.6 и она предподнесла мне подарок в виде нескольких плагинов, один из которых мы сейчас вместе с тобой рассмотрим и это плагин Destructor. Давай перейдем в FL и начнем. В одном из своих предыдущих видео, а именно бит за 100 кликов, я накидал вот такую демку и на ее примере, а именно на примере 808 баса из этого бита, мы с тобой сейчас рассмотрим наш новенький Destructor. Здесь 4 модуля. Distortion, Filter, Horus, Speaker. Они соединились здесь Hardcore с его комбиками и кабинетами. Дальше обычный, насколько я понимаю, Fruity Horus, Filter, Flow Pass, High Pass, Nudge, ну все вот эти фильтры, плюс фазу можно расстраивать. Скорее всего это взято тоже из какого-то стандартного синтезатора, возможно из Хармора, возможно нет. И Distortion. В Distortion они впихнули все вообще, что можно было. То есть здесь и Boot Overdrive, здесь Fast Dist, Soft Clipper, куча режимов именно Distortion из Хармора. Также здесь есть Wave Folder, это Wave Shaper. И есть вот, и есть три, которые я на самом деле не знаю откуда они. Если ты знаешь откуда вот эти три, можешь написать в комментариях. Я не буду тебя дезинформировать, да я думаю, что это не так важно. Можно по очереди их поклацать. То есть это обычный крашер. Bluteroid Drive, Fast Dist, Soft Clipper, я думаю ты это все знаешь и без меня. То есть ты видишь, что тут все те же ручки, которые и в стандартных плагинах у нас есть. Вот честно, мне понравился пресед от Хармора Flat Head. Достаточно прикольно и жирно звучит. Dry Mix, значит это просто таки интенсивность Distortion'а. Фильтр. То есть он обрезает высокие частоты. Это выходная громкость. Также здесь есть входная громкость в Distortion. Dry Wet, либо Mix. Плюс выходная громкость. Также можно эти модули двигать, менять местами, чтобы смотреть, как они лучше звучат. В какой последовательности они лучше звучат. Если ты, конечно, будешь использовать все. Ну вот, например, мы сделали с тобой Distortion. Дальше Хорус. Хорус я бы не стал вешать на 808-й бас, да и в принципе, наверное, ни на какой бас, потому что с Хорусом они все-таки расплываются и теряют фундамент, теряют дно. Хотя, конечно, если его как-то очень щадяще настроить, но лучше не делать, конечно. Все-таки я считаю, что саб бас лучше держать именно посередине, чтобы он не расползался, чтобы у микса был фундамент. Вот, я об этом все время говорю на стримах и не устану повторять. То есть, если кайф сделать стерео бас, то разводить лучше там середину, вверх, но никак не саб. Саб должен быть посередине, саб должен стоять на месте и быть фундаментом бита. Вот, поэтому с Хорусами на басу лучше быть аккуратным, либо вообще их не использовать. Также, кстати, здесь есть вот ручка асимметрия, которая тоже делает эффект стерео баса. Но, опять же, видишь, он расслаивается и теряется как бы фундамент, поэтому с этим тоже надо быть аккуратным. Но, на самом деле, деструктор можно использовать где угодно, его не обязательно использовать на басу. Ну и, опять же, если в моно твой разведенный бас в итоге будет звучать нормально, то, в принципе, можно оставлять и так. Но тут еще главное понимать, что стерео бас будет заглушать все остальное. То есть, он будет перениманивать на себя внимание. Бас и так очень много места занимает в миксе. Если ты делаешь его в стерео, то он еще больше будет места занимать, тем самым отвлекать от всех остальных элементов. Поэтому я считаю, что стерео бас можно делать в тех случаях, если бас главенствующий элемент в бите. То есть, например, биты, в которых нет мелодии, либо в которых минималистичная какая-то мелодия, которая только для того, чтобы задать какую-то минимальную атмосферу. Там можно делать стерео бас, он как бы там будет главенствующий, скорее всего. И поэтому не страшно. Если же у тебя какой-то более мелодичный бит, где есть помимо баса и трех нот пианино нормальные партии, мелодичные, то бас лучше отодвигать чуть-чуть на задний план, чтобы он был просто как фундамент. Дальше. Спикер. То есть, здесь, значит, комбики, кабинеты из хардкора. Здесь они есть в стерео, они есть в моно. Опять же, можно делать разного рода звучание. У этого модуля есть две ручки, только это стерео-сепарейшн входная и стерео-сепарейшн выходная. Естественно, на моно вот этих штуках они не работают. И фильтр. Как бы, ну, обычный фильтр. Из необычного есть только фейзер. В трех режимах, а так обычный срез низких, срез высоких, плюс резонанс. Скорее всего, этот плагин стоит одним из моих любимых. По крайней мере, модуль Distortion. Здесь столько всяких разных вариаций Distortion, что зачем искать что-то другое. Кстати, напиши в комментариях три свои любимые Distortion. Будет интересно почитать, посмотреть, чем ты пользуешься. Надеюсь, видео было интересным. Если уже пользовался деструктором, напиши свои впечатления о нем. Если еще не успел, то обязательно попробуй и также напиши свои впечатления о нем в комментариях. Также, если хочешь научиться делать биты, то у меня есть очень мощный, подробнейший видеокурс на эту тему. Ссылку на сайт с описанием курсов я оставлю под видео. Сможешь перейти, посмотреть описание курсов, послушать биты, почитать отзывы и, собственно, вписаться в обучение. На этом на сегодня все. Если видео было интересным и полезным, поставь свой царский лайк. И до скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok